Всем доброе утро! Нам вчера Юля привезла тортик и Гриша о нем помнил всю ночь и на завтрак попросил отрезать кусочек. Вкусно, Гришуль? Да, мама! Приятного аппетита! Спасибо, мама! А нам я хочу сделать пасту из авокадо. Добавлю лимонный сок, сухой чеснок, немножко соли и на хлебце. И отварить яйца. Не отварить, а сделать яйцо пашот. Мы решили поехать погулять. Пока еще до конца не решили, куда. Когда к гости приехала подруга, хотят сказать, блогер, подруга, которая работает, занимается косметикой. Сразу видно. У меня, значит, тоналка, карандаш для бровей и румяна. Все. И у Юли здесь три карандаша для губ, три карандаша для бровей, тени, бронзатор. Я решила воспользоваться Юлиной косметикой. Мне, кстати, очень понравились, я не знаю, что это такое. Вот эта вещь. Юля, что это за скульптор с... Скульптор? Это что? Кто это? Что за марка? Стеллари? Нет, не важно, убогая, не убогая. Главное, что это клевая штука. Вот это Стеллари. Я себе такое хочу. Стеллари скульптор тон 0.1. Еще мне понравилась палетка Smashbox, но тут цвета не мои. Вот такая вот. Обзор Юлиной косметички. Вот такая палетка Smashbox. И база. База под макияж. Тоже классно. Туш я, к сожалению, не могу попробовать, потому что у меня ресницы, а так Lancome Idol у Юли. Вот такая тут кисточка. Так и назовем видео, что в косметичке у моей подруги. У моей подруги. Все, машина у нас немножко охладилась. Давай самокат в багажник. Сдавай. Очень у нас тепло. 34 градуса сегодня. Да, вот так вот попробуем. Сейчас, подожди, стой. Совет. Это что? Творожный сыр, да? Каймак. А где он продается? Вон, видите. И в ленте? В ленте, по-моему. Ладно, попробуем. Да, сейчас я куплю водички. Садись. Давай, давай, я тебя пристегну. Поедем. Все равно жарко, не успела, да? Отстудиться машина. Мы хоть подождали 5 минут, включили кондиционер, но машина нагрелась очень сильно. Садись. Ой. 34 градуса. Добро пожаловать. Есть такой прикол в интернете. Как люди видят меня, как я веду машину в сториз. Вот так вот. И как я веду, как видит меня моя подруга. Давай, поехали, быстрее, оборачивай направо. Красотка моя. Красотка моя. Мы доехали до горпарков. Кстати, дома, вот этот дом, который тут стоит, его так и не заселили. Вот я смотрю, там один кондиционер, потому что квартиру тут стоит. Как в Москве или в Сочи. Помните, мы сюда приезжали в среду, и тут было просто нереальное количество людей, потому что в среду скидка 50%. А вот сегодня, пожалуйста, катайся без очереди, где хочешь, никого нет. Кроме того, все, наверное, еще и на даче. Все свободно. Гришу даже не видно, где он там. Ты на кого пойдешь кататься? На ком? Ой, Гриш, ты сам на обезьяну подожди. Давай, помогу. Давай, на обезьянку. Наш сегодняшний обед. мы выбрали вот такой. Танцовский хот-дог. Гриша без всего, просто сосиска и булка. Пойдем вот на лавочку сядем, и там покушаем. Напротив озера сядем. Красота. Смотрите, какую лавочку мы нашли. Прямо напротив воды. О, садитесь. Красота. Какие вкусные хот-доги. Будете в горпарке, обязательно берите. Очень вкусно. У меня куда-то хот-дог. И Гриша тоже вкусно. Да. Мне кажется, он крыло. Да. Нормально. Это не будет. Мне сейчас голубь пронесся просто над этим. Чуть не в голову. Голуби настолько здесь ошалелые, что он просто сейчас пролетел. Вот я, чтобы понимали, вот так вот от меня почувствовала его крыло у себя на башке. Просто их не так часто кормят. Особенно сегодня, когда людей нет. А Гриша тут всех подкармливает. Пойдем ее. Поплывем. В тенечке, наверное, нормально. Она, конечно, на... Что с водой? Почему она такая вся? Вспоминайте, когда здесь стояли очереди. И сегодня никого. Ты там поздоровался, там Буба. А, вон что там. Тортик. Все, совсем сказал привет. Попробуем покататься пойти. Тут есть пирс напрокат лодки, катамараны. Почем? Давай посмотрим. 30 минут 300 рублей. Вот там достаточно будет, я думаю. 300 рублей стоит покататься, 30 минут. Сначала сядем, давай. Иди пока к Юле, сейчас мы отплывем, потом будешь грибсти. Идем. Идем. Давай к Юле, туда садись. Гриш, давай плывем сначала. Оп. Все. Решили мы поплавать. Стоим. Я не знаю. Стоим. Вообще неудобно. Ой, ну ты что не говоришь, куда? Мам, подойдет 3 минута. Да, можно. Гриш, как тебе? А вот мы здесь сидели, хоток ели. Держи. Так. Поворачиваем. Вот сюда давайте, вдоль этого. Гриш, разворачивайся и плыви, чтобы тебе было видно. Идите по дереву заползем. Заплывем. Заползем. Мам. Я крой. А ты? Пару раз мы чуть веслом не прибили утку. Как скажете, как скажете, как и будет. Вот это тут так. Вот это тут так. Гриш, там в этом шарике сейчас так жарко. А вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Она опять плывет Гриша, поднимай ручки вот так вверх Не ты поднимайся, а ручки поднимайся Отличный денечек Нагулялись, накатались Наплавались Вообще волшебный день Плюс один день в копилочку Один классный день 35 градусов Это очень жарко Хотела у вас спросить У вас нет такого от жары Когда очень-очень жарко Хочется спать Не потому что ты поел в обед И тебя тянет в косну А просто от жары Мне кажется есть взаимосвязь Я понимаю, что когда я провожу время на улице Какое-то время На очень-очень жарком солнце Я хочу спать У меня начинает сонливость такая Легкая сонливость Юля поехала домой Ну а мы с Гришей дальше отправляемся Проводить наш день Мы едем на дачу Там Кирилл с мамой, с Тебиной Сейчас может быть даже покупаемся Вот еще у нас есть полдня Полдня выходного Завтра рабочий день На сегодня еще полдня Но не наше А как было? Надо было показать Как было? Ну как надо мне показать А есть еще осталась Где-нибудь закрашенная часть? Вот это вот смотри Вот видишь Это я разок покрасила И потом надо дать высохнуть А там было прям Гриш, ты что взял? Ложи А я покажу Это где такая продается? Давай отберись А кроме этого цвета Как еще есть? Я тебе пожелтый дам Я просто белый Надо, видишь, взбалтывать Перед этим Это один раз Там я еще время Что он делает? Он мне кинул вот эту штуку Прямо сюда Ай-яй-яй Вот видишь краска? Смотри, видишь Вот это блоплено Да Ноги мои, смотри еще Ты что и кидаешься, а? Это раз и высохло Прямо белое-белое стало Ты что мне делаешь, а? Сначала обезжирить надо Ну я обезжирю Ну цвет, видишь, все как-то подстраивается Что-нибудь Белые они же тоже разные есть Ну ладно У меня там под мою сумку тоже такое Ну мне правда Она с рисунком у меня так не получится Кроссовки можно Я подошву этих шлепок закрасила Сколько стоит такая штука? Триста? Четыреста? Нет, что-то триста Давай Кюша, купали с бабушкой? Как там водичка на волне? Ну еще, наверное, пойдем Ну как там водичка холодная, теплая? Еще пойдем Днем поливалка работала На газоне Но все равно я поливаю дополнительно Потому что она не везде достает В основном она вот по кругу Вот так вот поливает Тут переставляешь Она вот так поливает А вот уголки вот эти Они остаются неполитыми Приходится еще вручную поливать Но все равно меньше, чем В течение вечера поливал еще распылитель Посмотрим в конце сезона Если вот эти куски Они и так и будут Вот такими светлыми Островки Мы их вырежем Кусочки И вставим в другой газон Как заплатку так делают их И все Вот этим удобен рулонный газон Давай, помогай, помогай Вот Молодец, помощник Все, открылась Дальше не открывается Гриш Все, мы домой уже собираемся ехать Так прохладненько уже Солнце не светит Тенечек Красота Что у нас тут за урожай Немножко смородины И листья Укроп Укроп Листья Смородины Для Для Смотри, какой жук ползет Для огурцов маринованных Иди, Гриш, помогай Висунки Вот эти Мы уже дома Сейчас я буду доделывать вяленые томаты Вчера им все показывала Как и помидоры я брала Как я все разделывала И сегодня Томаты уже готовы Они полностью просушились Фишка в том, что чем суши получаются томаты Тем дольше они хранятся То есть вот такой вариант томатов Когда они совсем сухие Хранится дольше А если вот такой вариант Более такой, знаете, вялые томаты И они такие более влажные еще Вот они Их нужно укладывать И есть как можно быстрее То есть смотря, если вы хотите на зиму Сделать такие вяленые томаты Делайте их вот такими Вот прям буквально как корочки А если вы хотите, чтобы они более нежные И кушать их уже вот Там через течение месяца Тогда можно вот такие оставлять Вот в таком формате Вот крупные томаты получились У меня вот достаточно еще влажные Но мне такие нравятся У меня будет микс таких и таких томатов Из килограмм 750 грамм Получилось вот такое количество Для приготовления томатов Также понадобится горошек Смесь Здесь у меня орегано-базилик сушеные Сухой чеснок Также немного свежего чеснока Несколько головок И масло У меня в этот раз подсолнечное В этом рецепте Также можно использовать оливковое Масло, которое будет использоваться В этих вяленых томатах Потом также можно использовать Для заправки салатов Оно будет очень ароматное и вкусное Укладывать томаты Я буду вот в такую баночку Удобно Она закрывается на замок Вот таким образом И хранить можно Эти вяленые томаты Будут потом в холодильнике Так, на самое дно Я буду укладывать перец горошком Чеснок я нарезаю достаточно крупно Теперь я собираю нашу баночку На дно я выкладываю перец горошком Добавляю немножко специй И затем выкладываю вяленые томаты Затем чесночок Немножко черного Немножко, так сказать, сухого чеснока Опять вяленые томаты Выкладываем Дальше опять специи Обычный чеснок И таким образом Вот я собираю всю баночку Укладываю томаты плотно Еще немножко специй Сухой чесночок И продолжаю собирать И сверху заливаю маслом Помидорам нужно время, чтобы настояться Примерно дней 10 И через 10 дней Получатся ароматные томаты Вяленые и ароматное чесночное Помидорное масло Очень удобная баночка Закрываю сверху замок И томаты я буду хранить в холодильнике Есть такой один секрет Или такой момент Не знаю, как назвать Если вы такие томаты хотите долго хранить В холодильнике Ну, например, зимой Вы хотите на Новый год их открыть Можно вот эту банку поставить В холодную духовку И поставить режим 100 градусов 20 минут мы держим банку в духовке При 100 градусах И потом вынимаем Все И можно хранить до Нового года Но хранить все равно лучше в холодильнике У нас такая баночка не будет долго храниться Я думаю, этим летом Мы, конечно же, ее и скушаем Я думаю, даже в этом месяце Продолжение следует... Продолжение следует...